26 июля во дворце Спорта Вида состоялось совещание Государственного административно-технического надзора Московской области. В ходе мероприятия были подведены итоги работы за второй квартал текущего года, а также поставлены задачи на следующий. Подробности смотрите в нашем следующем материале. Квартальное совещание областного госадомтехнадзора проходило под председательством начальника главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области Татьяны Витушевой. Также в нем приняли участие заместитель главы администрации Ленинского района Павел Брагин, представители главка и территориальных отделов исполнительного органа. По итогам работы госадомтехнадзор получил признание правительства Московской области и руководства муниципальных образований как эффективная структура государственной власти. Ее новая политика и стратегия направлены на решение следующих задач. Чистота территории, городов и районов, благоустройство, детские площадки, санкционированные свалки. Это улучшение качества жизни жителей Подмосковья и гостей нашего региона. Следует отметить основные операции, которые проводились территориальными отделами Государственного административно-технического надзора, в том числе и 25-м отделом Ленинского района. Это засада, в которую почти каждое воскресенье мы ловим от четырех до трех нарушителей. Но самое главное, что они не прекращаются. И все одни и те же места у нас получаются. Там, где нет контейнеров в населенных пунктах, там получается, что рядом получаются эти свалки. Совместно с жилищной инспекцией, а домтехнадзором неоднократно была проведена операция «Фасад», в ходе которой проверяли фасады коммерческих и некоммерческих жилых зданий, делали предписания об устранении нарушений, о ремонте и об устройстве территорий. Всего за период второго квартала выявлено и устранено 10,5 тысяч правонарушений по всей Московской области. Тем самым нарушители чистоты и порядка пополнили областной бюджет более чем на 100 миллионов рублей. В целом можно отметить увеличение числа нарушений, но из-за недавнего значительного увеличения штрафов примерно в 2,5-3 раза выгоднее будет все же соблюдать порядок. Подводя основные итоги работы территориальных отделов, Татьяна Витушева отметила, что Ленинский район в пятерке лучших. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.